Дорогие друзья, всем доброго времени суток. На моих часах сейчас 3.40. Сегодня 22 октября и это будет необычная грибалка. Меня пригласили на остров белых грибов. Оставайтесь со мной, будем путешествовать вместе. Кое-кто думает, что я разговариваю сам с собой. Высадили только что. Ну что, я на острове. Сейчас пол седьмого утра. Остров называется Кучугуры. Находится этот остров среди Днепродержинского или как сейчас называют Каменского водохранилища. Ну уже так более-менее на видных местах просматриваемая земля. Можно начинать искать. Начинается настоящее приключение. Привезли нас сюда на моторной лодке. Здесь местность очень дикая. Здесь разные виды животных. Кабаны, лоси, косули. Так что есть еще такой фактор страха. Поездка организовалась совершенно спонтанно. Мой товарищ по имени Федор предложил мне поехать вместо него. А к тому же я узнал, что сегодня на работу идти не надо. Так что все пока складывается как нельзя лучше. Так уже расцвело практически. Но камера еще этого не передает. Я вижу бугорок здесь в валежнике. И я надеюсь вы тоже видите, что это белый гриб. Смотрите друзья, он такой крепкий и высокий. Вот какой. Буквально сразу же радость. С каждой минутой становится все светлее. И легче искать такие экземплярчики. Так вот дорогие мои, это оказалась целая полянка. Сейчас я вам все покажу. Эх жаль, камера не вытягивает. Вот еще один боровичок вылез. Ну тут действительно сосновый бор. Посмотрите. Здесь положу его возле ведерка. Сейчас объясню почему я взял ведерко, а не корзины. Идем далее. Здесь еще вот такой боров торчит. А вам пока не видно. Но мне уже прекрасно все видно. Я буду вот так на небо. его к небу поднимать. Очень тяжелый. Здесь же рядышком еще один беляшек. Его достаешь из земли. Из хвои. Он оказывается очень большим. Я специально отбился от группы. Потому как я стесняюсь при них на камеру разговаривать. Смотрите. Я просто оставлю здесь ведро и буду ходить по кругу. Лес в основном состоит из очень старых сосен. Старых, но не толстых. И буквально постоянно попадаются белячки. Я думаю от места причала в глубь леса сразу бежать не стоит. Нужно пока здесь все хорошенько исследовать. Люди, которые сюда приплывают, сюда маслят даже не обращают внимания. Возьмем его. Если он не червилый. Он не червилый. Пахнущий. Эх, тут все порыто кабанами. Прям видно это все невооруженным глазом. Вот кстати на острове встречаются и зонтики тоже. Но брать мне их просто нерентабельно. Я их все подавлю. Будут только место занимать. Весь лес. Пока весь лес, где я сейчас нахожусь, в валежнике. Никто его здесь не убирает. Поэтому здесь как раз самое место искать белячки. Таких бугорочек. Пожалуйста. Один. Другой. Я испугался недавно, что будет холодно. И они уже перестанут расти. Ну, нет. Видите. Видно старые срезы. А белячки растут. С другой же стороны поваленных бревен еще больше бугорочек. Меня обрадовал. Посмотрите. А здесь экземплярчик поярче. Каково? Сейчас бы сюда Максимку с Катюшей. Вот бы я повыпендривался. Вот буквально издалека вижу какой-то гриб. Скорее всего это... Скорее всего это старый масленок. Я брать его не буду. Пусть он тут доживает то и дни. А мы продолжим поиск боровичков. Думаю, вот почему это место называется Кучугуры. Кучугуры в переводе на русский язык. Сугробы. Здесь повсюду холмы. Большие и малые. Которые спрячутся. Вот такие прекрасные боровые. Меня жена вчера еле уговорила соглашаться на эту поездку. Я ей искренне благодарен. Друзья, мужики жалуются. Ничего не попадается. Смотрите. Какие можно не заметить. Говорят, ничего нет. Смотрите. Здесь он был и здесь под этим же бревном. Проходим дальше. Еще шляпа торчит. Но он уже испорченный. Прямо на холмике. Два таких. Три-четыре упитанных масленка. Я маслятами не брезвую. Буду избрать. Если они будут хорошие. Они хорошие. Мужики мне подсказывали. Видишь маслята. Ищи рядом. И беляки. Вот я взобрался на холм. Вот так вот выглядит этот таинственный лес. Довольно изрядно я прошел расстояние по вот этому изрытому кабанами месту. Пока не вышел на пригорочек. Куда им лень подниматься. И не увидел бугорочек. Местные. Местные знают где ходить. Вон они вдалеке. А пока бонять они нечего там. И лазить. Посмотрите на эту красоту. Они чтоб по одному не растут друзья. Сразу по несколько и крепкие какие. Это чаёк как считаете. Чтоб размер понимать. Люди окружают. Тут местные. Прямо промыслом заняты. Они торгуют белыми. Думаю ситуация подобна. Как на западной Украине. Вот поднял аккуратно. Снова показался белячок. Теперь я понимаю. Кабанов которые здесь все перерыли. Думаю они охотятся на то же что и мы. Очередной беляшок. И третий. Я просто уверен. Что здесь в этом блоке беляш. Да какой. Друзья. Смотрите. Это ж на то друзья. Кручусь. Ищу бугорки. Очевидного то я и не заметил. Они же вот. На поверхность повылазили. Смотрите. Один и второй. Сердце. Просто. Выпрыгивает. Какие длинноноги. Это сказка. А не лес. Друзья. Сказка. Вчера. Собираю подосиновички. Нашел там. На пальцах. Перечесть. Тех белых. Сколько было радости. А сегодня совсем другого уровня. Грибалочка. А вот и. Темно-коричнево шляпы и друг. Сразу не видно. Вот он такой баровой. Красота какая. Мама родная. Вот она. Поваленная. Сосенка. Едва заметно. Смотрите как приподнял. Мох. Пришел зайти в относительно молодой. Соснячок. Вот первым делом увидел. кокаханы козы что ли а потом грибы поглазили из-под брюма но это точно беляш так и есть этот похоже на машинок но кобеляш просто старый наверно сейчас проверим это масло чище типичная ошибка новичка типа меня ходить по такому порытому кабанами надо быстрее выходить тут никогда ничего не попадается только теряются силы и время уходит что-то нагрузочка преодолевать такие вершины там где ноги утопают в хвое ну вот наконец-то пройдя наверное километр изрытой почвы кабанами опять повстречались бельочки сигнализировал мне об этом вот этот мухоморчик я стал осматриваться затем увидел еще бугорочки вот один посмотрите рядом совсем мухоморчик растет но это ничего вот еще здесь нужно хорошо все исследовать люди куда-то все исчезли вдруг мне постоянно кажется что я слышу топот топот копыт там он люди с палаткой отдыхают я так понял или может там уже нету никого живы так что это у нас нас масленочек пусть остается ну вот вышел на местность с травкой и начали попадаться сначала маслятки а потом и белячок вылез рядышком еще один это наверное масленок да это маслак он такой приятный как беляк ну а это уж точно он здесь еще бугорочек а это ложный бугорочек вот и крики людей послышались концентрация грибничков увеличилась потому как здесь и произрастают белячки а то как слепой котенок ходишь по всему лесу только что прошел пожилой мужчина и он вел разговор с такой же женщиной так вот они общались о том что белого сегодня не так много как было вчера я представлю что тут было вчера там кто-то ходит но вот надежды надежды я думаю оправдывается привлекательный бугорочек вот какой беляч тут посмотрите я все равно считаю что это немало красавчик а вон еще голова сейчас покажу ты тут отдохни я разговариваю тихо потому что рядом есть люди смотрите какой бочоночек прикольный вот людей много но каждый ограничен своими зрительными способностями поэтому не стоит отчаиваться нужно просто ходить и искать прочесываем некоторые карты друзья я озвучивать не буду потому что стесняюсь прелюдях то что они отошли я просто в диком восторге от такого большого бугорка здесь такой беляш огромный люди жалуются что нету что сегодня очень мало я представляю что тут было вчера очень переживаю что этим видео мне придется завершать мой грибной сезон но возможно еще будет тепло ближайшие дни я буду очень занят на работе и свободного времени ближайшую неделю точно не будет поэтому и рискнул сегодня вырваться в этот тур но это же просто круто покручусь на этом пятачке вот и со всех сторон но вам не видно со всех сторон люди но мне сопутствует удача потому что я вижу бугорки посмотрите какое чудо тройничок разве не чудо радышком когда присел тогда и увидел следующий гриб иногда только так и работает зрение присядешь и видишь вот так вот немного приподнимается почва откапываешь а здесь тебя ждут все на одном месте буквально на коленях стою вот и здесь вот все это собираю все это добро кстати друзья обещал открыть секрет почему я сегодня с ведром то потому что это ведро дорогие мои превращается в два ведра вот это две корзины носить неудобно тем более что я их вчера забыл у мамы дома ну как вернее не забыл оставил с грибами я не думал я спонтанно сегодня вырвался и такая удача все самое лучшее с нами происходит не запланировано вот уже и второе ведрышко пошло заполняться распочинили второе ведрышко повсюду слышатся как грибники жалуются на малочисленность белого сегодня но как говорит моя матушка вон и что белочи листы не будут вот это экземплярище еще что ли точно точно друзья мужики тут такая слышимость мужики полезли в болото а я не стал мне оно что то не очень нравится я вижу просто здесь привлекательные очень привлекательные буарки в этих соснах посмотрите я на пригорке и попадаются именно здесь в этом лесу слышимость колоссальная друзья колоссальная поэтому когда я с вами громко разговариваю все люди на меня оборачиваются я даже не удивлюсь если кто то начнет крутить у виска они же не знают что я общаюсь с вами своими невидимыми друзьями обидно только что их почти не видно или очень плохо видно сколько из них пострадает или даже погибнет под подошвами нерадивых грибников таких даже может быть как и я вот хотел было прервать видео когда мой взгляд привлек вот этот беляш куда выходит его нога дух дух перехватывает знал бы я что я тут сам я бы бежал от радости подобно дикой свинье посмотрите дорогие мои драгоценнейшие друзья уже и второе ледерочка наполняется а бугорки я не перестаю замечать клондайк я воспользовался вашим советом скачал себе такое приложение специальное которое позволит мне вернуться на место причала лишь бы я успел договаривались встретиться к часу так такие конкуренты меня устраивают я тут нарезаю а они дают мне вселяют в меня веру что я здесь не один и мне ничего не угрожает чудный 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 его строк почти такой же чудесный как тот о котором писал александр сергеевич пушкин царство ему небесное я думаю он просто забыл добавить строчку и белый гриф своей шляпой все манит Дмитрия с ведром как только я навожу камеру на своих конкурентов они сразу разбегаются оружие поистине белый куда уж белей здесь кто-то срезал крупного а крупного еще оставил а ну он не такой крупный средних размеров очень хороший но он его не увидел хорошо хоть не наступил а то он мог бы так и не увидеть свет далеких планет нас не манит по ночам он может нам только снится ну ничего себе вот там я лазил поднялся сюда на бугорочек вы видели там срез а здесь вы сейчас увидите шляпки вот они коричневее вот они родимые да это не супер крупные белые но все же так приятно а я же и говорю пока не присядешь навколюшки скажут у нас не побачишь от всей красы угарочка такого приветливого такого заманчивого чему живой слизно в колюшках проповсты а так вот этот остров находится неподалеку села порлик названного в честь пылы поворлыка наверное все слышали про первую демократическую конституцию гатьмана пылы поворлыка ох село принадлежало его жене дочери казацкого полковника и это было село старый орлик которое затопило вследствие строения дамбы и образование днепродержинского водохранилища я представляю какие земли были здесь затоплены не знаю образовался ли этот остров именно последствии последствия вмешательства человека но земли здесь явно богаты вот хоть даже поглядите на этот беля цвет завален а во мху кажется что красивее еще не встречал вот вам и грибалочка за весь год оттянулся вот вот тут мужик если вам видно только что здесь прошел и мне было так приятно что он оставил такой экземпляр еще смотрите это не какой-то маленький этаж огромный ух ты боровичище вот спасибо мужичок и еще один на открытом месте кто-то нечаянно наступил конечно поменьше но я его люблю так же сильно как и у вас всех одна одна лишь только шляпка показалась вот там под веточкой еще бугорочек сейчас проверим идем же вот уж мы подошли вот эта шляпка вон там бугорочек а вон там еще один бугорочек начнут крайнего пожалуй ох ты мелок люди свиньи видите бутылка валяется от пива так казалось бы островом дорезите же его они в Европу хотят там там не все заслали я говорил вам про вот этот вот они примерно одного возраста ровеснички что скажешь такой приятный отдых вот уже друзья и второе ведро почти полное а времени осталось ходить мы до часу договорились поспешил я хватать свои ведра здесь показался еще один делячок шишечек едва вылезший попал в мои цепкие пальцы тут же и тут же тут же тут же еще едва виднеется два бутылка маленьких бугорочек там тоже беляшата тоже меня ждали дмитрия сову тяжело стала моя ноша поэтому я поступаю следующим образом я ее оставляю и хожу по кругу так сказать по улитке в поисках своего счастья птица меня предупреждает о том что наступает противник в лице вон той женщины надо быстренько ретироваться отступать некуда за нами беляш не хватает слов чтобы описать всю эту красоту не понимаю она хочет чтобы я ушел но я продолжаю поиски на одном месте эти люди довольно настырные но я тоже нилый камшитый никуда я уходить не буду пока не следую здесь все по всей видимости я пришел на чье то место ну что ж теперь должно быть им досадно не знаю слышно ли вам но мне уже начали скандалить между собой и пока люди заняты у меня есть возможность порадоваться на чужом несчастье конечно своего счастья не построишь но все же я не виноват здесь все таки такое красивое место я его отвоевал я был непоколебим поставил ведра посредине и ходил по кругу щелкая ножичком и не зря друзья смотрите какой экземпляр попался его нога уходила далеко в губь ну что ж отломался не смог я его аккуратненько извлечь сейчас почищу а вы знаете друзья это стихия сосновая мне нравится ведь я здесь как рыба в воде мне каждый смотрите оценить его просто ухууууууухуууууууууууууууууууу счастье любит тишину, не буду орать буду кусать себе губы вы наверное уже обратили внимание что здесь есть и болотца там камыши мне не хочется туда идти как-то лень и зачем ведь хороших грибов здесь хватает очередной грибочек на опушке спрятался под крышей из опавших иголочек грибы похожи на лисички думаю это они есть вот относительно одинокая сосна старая относительно одинокая а тут опушка такая лесная и все ходят по опушке никто не подойдет к сосенке а зря потому что здесь и ждет чудо вот вам грибничков не видно они есть если к каждому прикрепить жучок и посмотреть на остров с высоты птичьего полета то зрелище будет подобно тому как вы посмотрите на каплю воды из реки под микроскопом их тут больше чем бактерий а самая счастливая бактерия это я итак уже 12 часов будем двигаться по направлению к точке сбора по пути конечно же таких красавцев как он склонил голову передо мной повинно что раньше не нашелся на странный такой грибок вот я его почистил оказалось он просто хотел спрятаться но не тут то было и вот казалось бы я уже 500 человек который здесь прошел но он открылся мне идем же рассмотрим его поближе я представляю что тут было когда только они пошли тут можно было с ума сойти представляете вот такие боровички натыканы кругом буду молча показывать полячок встретился смотрите это такой участок где растет мох тут же полячок тут же еще один полячок тут же друзья еще один полячок здесь же белячок здесь же еще один белячок и здесь же вот этот зачетный беляш вот такая ребятня здесь растет вернее росла до моего прихода ахахаха там просто люди я все время тихо разговариваю вы уж не обижайтесь главного нашего номинанта лучшего гриба этого мха и пропустить могли вот он отыскался ну вот и подходит концу моя гриба . сегодняшняя прекраснейшая еще такой у меня не было вот по пути иду а бугорочки так и манят так и манят посмотрите какой тут сидит боров итак все таки то был не заключительный беляши заключительный намного круче слава богу вот уже метров 300 я нахожусь от заданной точки это просто просто что-то с чем-то такой тяжеленький и все таки друзья грибы не отпускает снова бугорок этот раз масленок крутой вот наконец-то уже виднеется вода выхожу не потерялся пока ждем паромщика я там отпросился сбегать в туалет друзья не представляете в акациях невероятно в акациях нашел один а потом пригляделся а тут вот такая красота ё-моё как так то а как так то а у а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok